В первую очередь мы смотрим на это с точки зрения тех устройств, которые подключаются. И мы здесь говорим о мобильных устройствах, ну и фиксированных в том числе. Мобильные телефоны, так сказать, это смартфоны, компьютеры, это таблетные компьютеры. Они все подключаются к системе связи. Плюс устройство общения, так сказать, между собой, которое общается между собой, это M2M. Это, безусловно, очень большое, серьезное изменение. Второе – это то, как подключаются эти устройства. То есть они подключаются, как это было раньше, в домах и в офисах. Подключаются у каждого человека, который носит устройство в кармане. Опять же подключаются посредством machine-to-machine через сети, которые сейчас уже мобильные сети и сети четвертого поколения, в том числе LTE. В России интересная ситуация, когда у нас, даже если посмотреть на тот рынок, где мы работаем, и, скажем так, развитие мобильной связи, пенетрация мобильных абонентов, она одна из самых высоких в мире. То есть мы видим, что на каком-то этапе, так сказать, технологии развиваются, и Россия, ну, вплоть до того, что может выйти в лидеры. Нам нужно в той же, так сказать, мобильной связи видеть, какие приложения, какие вещи интересны для, скажем так, может быть, даже не персонально для людей, а уже для индустрии. Потенциал есть, и очень быстро происходит развитие. Мы видим, что мобильная связь – это произошло буквально за какие-то годы, когда мы догнали и обогнали, что называется. Безусловно, идет работа со всеми основными операторами, в той или иной степени успешно. Мы являемся основными поставщиками для некоторых из них, таких компаний, как МТС или ВМПЛКОМ. Мегафон, с которыми у нас сейчас недавно было заключено соглашение о каких-то даже новых областях, такие как МТОМ, ну и, опять же, другие операторы связи. Что касается наших основных заказчиков, то мы просто видим для себя некую роль, как нам помочь им преодолеть некий, может быть, барьер при переходе от, как мы видим сейчас, голосовой связи к передаче данных, которая будет являться основным источником для их бизнеса. И в этом смысле для нас задача не столько, как их поставщика, а сколько, может быть, даже их партнера, потому что мы будем задачи эти решать вместе. Мы будем для них разрабатывать уже какие-то индивидуальные подходы для оптимизации их сетей, для развития этих сетей. И, конечно, будем работать, продолжать с теми основными нашими партнерами в России и искать новых. Продолжение следует...